В Одесской области домашнюю птицу и скот уничтожают шакалы. Местные жалуются, хищники регулярно совершают набеги на села, после которых они теряют половину хозяйства. Уже были даже случаи нападения на людей. По словам сельчан, увеличилось количество шакалов в Татарбунарском районе после того, как их там запретили отстреливать. Анна Городенцева продолжит тему. Это окраина села Базарьяновка. С наступлением темноты здесь станет пусто. Люди боятся набегов шакалов. Регулярно они уничтожают скот и птицу. Были даже случаи нападения на людей. Люди напуганы. Говорят, чуть стемнеет, с дома не ногой. Очень много. И вечером, когда стемнеет, вообще прямо жутко. Даже выйти на... У нас же нет таких условий, что в доме туалет там и все остальное. Мы выходим на улицу. И поэтому дети боятся выйти. Дети маленькие, маленького возраста. И они боятся выйти. Да самому жутко выйти. Шакалы, они подходят практически к моему огороду. Они воют ужасно. И не только. И на работу мы выходим. Мы работаем в поле. И просто страшно ходить. Местные фермеры уже забыли про сон. Шакалы заходят даже вглубь села. И людей не боятся. Вот вынужден освещать весь огород для того, чтобы охранять свой хозяйство. Вот одна лампочка горит. Вон посреди огорода вторая лампочка у меня горит. Вот через эту сетку у меня в огороде он спокойно перестакивает и творит чудеса. Сергей показывает свою ферму и говорит, высокие заборы не помогают. После ночи атаки он не досчитался половины хозяйства. У меня лично за одну ночь 7 штук. Одну ночь, вторую 5 штук. Вот прямо вот здесь. Я его видел лично здесь. В 11 часов ночи в огороде. Что я могу сделать? Мне же надо как-то принимать меры. Давайте будем... Как вы отпугиваете? Что вы делаете? С вилами бегаю. Покупаю шпитарды. Стреляем. Запах пороха хоть чуть-чуть показать ему, чтобы он хоть чуть-чуть как-то боялся. Помогает? Нет. Через день-два он опять пришел. Если он не за 100 метров спокойно ходит по селу, то вы меня извините. Какая может быть боязнь? Он же не маленький. Он почти до 40 килограмм. 35-40 килограмм. Это уже вот такая вот собака. И так в каждом дворе по всему Татарбунарскому району, говорят сельчане. Один раз борьба с хищником, едва не закончилась трагедией. Человек заховался там на трансформаторную будку. Вылез. Не на будку, а на постамент этой будки. Люди отогнали там. А они ходят по 5, по 6 штук, по 10. Бывает, единичные ходят. Шакалов в окрестностях сел сейчас больше трех тысяч, говорят местные охотники. Но отстреливать их строго запрещено. Они зашли с Румынии, когда было перемерзло. И постепенно уже за лет 7, так как их отстрела не дают, не разрешают. И тут у нас лес считается как заповедник. И они себе спокойно живут. Мы уже в лесе, наверное, лет 16-20 не были, не заходили. Не на камеру местные говорят. Самые отчаявшиеся все же ведут отстрел шакалов самостоятельно. Регулярно здесь находят трупы хищников. Говорят на кону про питание семьи. Анна Граденцева, Игорь Обчевский, телеканал «Репортер». Игорь Обчевский, телеканал «Репортер».